коллеги добрый день сейчас мы подождем пока все хотел к нам присоединиться там присоединяться буквально там минутку-другую и начнем а Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, давайте представлюсь. Алексей Бойко, заместитель генерального директора Эрфрид, Российского фонда развития информационных технологий. Значит, сегодня наша с вами встреча проходит на специализированном нашем ресурсе, зумовском, который специально сделан для вебинаров. Поэтому организационная часть, давайте, наверное, все раз прочитаем следующее. Вживую говорить мы сегодня с вами не сможем. Вопросы, если у вас такие есть, пишите, пожалуйста. Есть специальный раздел «Вопросы и ответы». Вот, там, соответственно, можно этот вопрос написать. И те, кому этот вопрос нравится, может поставить ему лайк. Этот вопросик будет подниматься потихонечку на вершину чата этого. И дальше в конце вебинара мы обязательно пробежимся и попробуем ответить на все вопросы, которые у нас возникнут. Значит, это первый момент, который я хотел отметить. Второй момент, который я хотел отметить, сегодня будет не так, чтобы очень много конкретики. То есть у нас сегодняшний с вами вебинар посвящен не конкурсной документации, не подробному разбору, как бы, как заполнять заявку и так далее, а именно изменения в постановлении, которые регулируют предоставление меры поддержки. Вот, собственно, как это обычно у нас и бывает. То есть постановление у нас вышло 26 апреля, и, соответственно, мы начнем, как бы, такую, про дух, да, меры поддержки. То есть что поменялось, как бы, на самом верхнем уровне, какие вещи у нас случились, чего хорошего, чего плохого, чего ожидать. Соответственно, дальше, после того, как у нас пройдут все необходимые согласования, выйдет конкурсная документация, будем уже разговаривать конкретно и про смету, и про требования к проектам, конкретно и про участников, там, да, про форму заявки. Это не сегодня. А поэтому, пожалуйста, вопросы, если есть, да, пишем еще вопросы и ответы, не в чат, как бы, и вопросы такого общего теоретического свойства, пожалуйста. Потому что на многие вопросы конкретные сейчас просто не будет ответа, именно за счет того, что многие моменты по мере поддержки уже конкретные, они пока еще только разрабатываются и обсуждаются. Давайте, наверное, начнем. Начнем. Сейчас я запускаю презентацию. Так, понеплась. Значит, сегодняшний вебинар, в отличие от утреннего, посвящен мере поддержки проектов по разработке российского ПО и ПАКов. И прям сразу же, прям сразу же можно сказать, что добавилось. Добавились ПАКи. Об этом тоже поговорим. Если раньше у нас были только программные обеспечения, сейчас программно-аппаратные комплексы тоже вошли в периметр всей этой истории. Давайте начинать. Значит, для начала о неких существенных изменениях. Там многие из вас, если следили за судьбой 1185 постановления, могли прочитать, что постановление у нас как бы прекратило свое действие. Сразу скажу, не надо пугаться. Произошло это по вот, собственно, таким причинам, о которых я сейчас расскажу. Есть национальная программа, в рамках которой две эти меры поддержки, 550 и 1185, существовали и существуют. Они были у нас разных фет-проектов. 550, которое про внедрение было в фет-проекте цифровые технологии, 1185 было в фет-проекте информационно-безопасность. Не так давно было принято решение о том, что эта мера поддержки именно для разработчиков отечественного производства переходит в фет-проекте информационно-безопасность, в фет-проекте цифровые технологии. И поэтому, для того, чтобы не плодить еще отдельный акт, 1185 не могло вот так вот перейти с такими изменениями. Было решено, что мы в действующее постановление 550 добавляем меру поддержки для разработчиков. То есть теперь у нас с вами есть одно постановление 550, которое регулирует два, ну, две меры поддержки. Первая для внедрения, и о ней сегодня мы не будем больше, наверное, говорить. Вторая для разработчиков. То есть разработчиков мы не забыли. Конкурс по разработке будет. Регулироваться будет 550-м постановлением. 1185, все, прекратилось свое действие. Проекты старые, которые у нас победили в прошлых фонгах садуров по 1185, никуда не делись. Они продолжают осуществляться в соответствии с соглашениями, подписанными, как бы с ними все хорошо. Новые конкурсные отборы будут уже по 550-му в части требований, критерий и особенностей, которые там прописаны для разработчиков. Это вот то, что хотел сказать. Ну и, соответственно, реквизит самого постановления вот этого нового, который такие изменения вносит. Это 645-е постановление, 26 апреля оно уже там опубликовано и даже, наверное, уже вступил в силу, здесь не прошло. Значит, сегодня мы попробуем с вами поговорить про ключевые изменения в меру поддержки для разработки в нашей стандартной привычной манере. Было-стало. При этом по-прежнему для тех, кто с нами не присутствовал на предыдущих наших фонгусных отборах, попутно буду, помимо прочего, рассказывать в принципе о том, что это за мера поддержки, для чего она нужна и так далее. То есть, надеюсь, что все категории наших слушателей получат нужную информацию. Новенькие узнают о мере поддержки, старенькие узнают о том, чего у нас изменилось в этой мере поддержки. Давайте, наверное, начнем. Опять же-таки по традиции табличка «Был устава» с точки зрения получателей гранта и, соответственно, участников конкурсного отбора. Значит, здесь небольшие уточнения у нас введены. Значит, по-прежнему претендовать на получение гранта может только российское юридическое лицо, за исключением государственных муниципальных учреждений, которые осуществляют проект по разработке отечественного решения. При этом сразу же можно говорить о том, что в качестве решения у нас рассматривается не только программное обеспечение, но и программно-аппаратный комплекс. То есть мера поддержки расширена на разработчиков программно-аппаратных комплексов. И под решением понимается уже или одно, или другое. Это, собственно говоря, и отражено во второй строчке направленность меры поддержки. Где там отдельно жирненьким выделен программно-аппаратный комплекс. С точки зрения приоритетных направлений господдержки ничего не поменялось, кроме того, что поменяются сами приоритетные направления государственной поддержки в части разработки. В прошлом году это было нововведение. Мы утвердили на президиуме правительственной комиссии под председателем вице-премьера Чернышенко этот перечень. Он действовал на прошлый год. Сейчас идет активная работа на площадке Минцифр, на площадке Аноцифровая экономика по корректировке этого перечня с тем, чтобы еще раз вынести его на президиум. Надеемся, что в течение месяца это у нас получится сделать. И после этого можно будет говорить о том, что мы выходим на финишную прямую для запуска конкурсных отборов. По нашим оценкам, предварительно, сами конкурсные отборы стартуют в течение месяца-двух. От всего момента. Будем надеяться, что это действительно так и случится. И у нас не получится там ситуация, как за прошлом году, когда ближе к концу года. Эту историю нужно было быстро-быстро проводить. По сумме гранта, как успели, наверное, вы это заметите, кто читал, кто не успели, сейчас расскажу. Раньше было четко прописано, прямо в самом постановлении, что есть минимальная и максимальная сумма гранта от 20 до 300 миллионов рублей. Сейчас эти размеры, минимальная и максимальная сумма гранта отданы на решение президиума правительственной комиссии. То есть непосредственно в постановлении, в правилах представления субсидий не содержатся. При этом мы ожидаем, что по итогам прошлого и позапрошлого годов, по итогам анализа тех заявок, которые к нам поступали, тех проектов, которые мы рассматривали, это будет примерно тот же самый диапазон. По верхней и нижней границе. Но, опять же, точно сможем сказать после того, как у нас президиум правительственной комиссии эту историю нам утвердит. По поводу объема средств к распределению, то, что там всегда я интересовал, интересует, он останется примерно тем же самым, что я был в прошлом году. Веща, она на самом деле нигде жестко не закреплена, но при этом есть у нас КПЕ-фонды утвержденные, там международные правительственные как бы рабочие группы. Там вот такая цифра примерно фигурирует. Буду надеяться, что это ничего не поменяется. В любом случае, там некая информация, будем мы ее там доносить, сколько у нас чего осталось, кому осталось, чтобы тоже были в курсе, сколько денег распределено, сколько денег осталось с конкурсом отбора. По поводу сроков проекта. Было много, скажем так, и вопросов, и мнений. Назовем это мягко, по поводу предыдущих сроков проектов. В этом году все-таки была проведена работа, и согласовали мы следующее изменение. Значит, проект у нас может быть от 6 до 18 месяцев по продолжительности. То есть там от полугода до полутора лет. Вот это более комфортный срок, нежели чем предыдущие от 1 до 12 месяцев. Там были свои причины, почему там 1 месяц появился. Ну, в общем, теперь ситуацию эту выровняли. Будем надеяться, что здесь особых вопросов каких-то там не будет. Это скорее история, которая там на пользу пойдет всем. По поводу этапности ничего не поменялось, минимум 2 этапа. В любом случае, любой проект, даже если он 6 месяцев в продолжительности будет, должен содержать все 2 этапа. Тоже понятно, как бы там логику много раз уже о ней говорили. Более подробно там на ней остановимся, что это за этапы, чем их едят, и как они выглядят, когда будем разбирать уже подробно конкурсную документацию. По софинансированию здесь, как бы, скорее, не позитивные новости. Но, тем не менее, как бы, да, было принято решение о том, что начиная с этого года, по крайней мере, и далее процент софинансирования, который должен привнести у нас участник конкурсного отбора, не менее 50. В прошлом году было не менее 20. Ну, как бы, надо там взять и принять. По-любому, как бы, там, да, с этой истории сделать уже ничего невозможно. Эта сумма, там, 5% зафиксирована у нас в постановлении, дальше с этим будем жить. Вот. По формату конкурса не предполагаем, что он претерпит какие-то существенные изменения. По-прежнему, как бы, да, считаем, что данный конкурс у нас будет большим и длинным. Вот. При этом напоминаю, что у нас предыдущий конкурс по 1185-му сейчас находится в неком там предзамороженном состоянии. Статус прием заявок приостановлен. Сейчас готовим там корпоративные решения, которые прошлый конкурс у нас прекратят, и новый конкурс, соответственно, у нас будет открыт уже заново. Сразу же, наверное, хочу сказать, что там норма, которая в прошлом конкурсе была по поводу некого срока после принятия решения по заявке, неважно, она была положительная и отрицательная, что в течение 6 месяцев после такого решения невозможно подать заявки. Вот эти сроки обнуляются, то есть по-прежнему у нас там все в равных условиях находятся, неважно, вы принимали участие в прошлом конкурсе или нет, подавать заявки можно. По поводу органа принятия решений остается все по-прежнему, это комиссия оператора, наш грантовый комитет, соответственно, будет принимать решение о том, поддерживать или не поддерживать заявки, ну и, соответственно, если будут у него какие-то дополнительные условия по поводу этих заявок, по поводу параметров проекта, он тоже вправе эту историю делать. Приоритетное направление государственной поддержки, да, я чуть-чуть поподробнее, наверное, остановимся, ну, не то, что поподробнее, значит, еще раз, в прошлом году был перечень, он уже в прошлом году был обязательным, вот, для данной меры поддержки для разработчиков. В этом году, с учетом того, что первое добавляются программно-аппаратные комплексы у нас, да, в периметр меры поддержки, и второе, значит, там была проведена работа над ошибками, были услышаны комментарии, пожелания, третье, в любом случае, жизнь не стоит на месте, как бы, да, и какие-то приоритеты у нас все равно там смещаются, технологии новые появляются и так далее. В общем, сейчас идет работа над корректировкой данного перечня. Вот, надеемся, как я уже говорил, в течение месяца эта работа будет закончена, и этот перечень будет утвержден на президиуме правительственной комиссии. Как только его утвердят, естественно, мы его там опубличим для того, чтобы вы смогли, надеюсь, найти там себя в этом перечне, и уже прям совсем-совсем начать такую прям конкретную подготовку, как бы, к участию в конкурсном отборе. Значит, требования к участникам конкурсного отбора. По большому счету ничего не поменялось. За исключением нескольких вещей, которые, скорее, там, либо привнесены постановлением 1492, которое говорит нам о том, как теперь должны выглядеть, там, да, правила предоставления субсидий, и в том числе и требования к соглашениям, и требования к участникам таких мер поддержки, да, которыми фонд сейчас оперирует. То есть здесь нет чего-то такого, что было бы как-то специфично, скажем так, для конкретно нашего конкурсного отбора. Давайте там пройдемся по-быстренькому. Значит, по поводу ликвидации и реорганизации это было в прошлом году. В этом году, значит, услышали, да, определенные мнения стороны бизнеса, общества в том числе, по поводу того, что не всякая реорганизация несет в себе большие риски. Поэтому сейчас, как бы, в правилах содержится исключение. То есть если реорганизация это в форме присоединения к получателю гранта другого юридического лица, тогда, как бы, это можно, да, все остальные варианты реорганизации по-прежнему нельзя. А новое то, что появилось, то, что, опять же, не специфичное, но, тем не менее, как бы, будем эту историю проверять, соответственно, и участник конкурсного отбора, и получатель гранта на дату заключения соглашения должен этим требованием соответствовать. Появляется требование по наличию иностранных юридических лиц, либо, там, офшорных юридических лиц в уставном капитале участника конкурсного отбора. Не более 50%. Не менее. Не более. Не более. Не более. Соответственно, здесь тоже эту историю будем смотреть, как бы, там, да, будем проверять. По поводу банкротства, по поводу неусполненной обязанности по уплате налогово-сборки все остается ровно в тех же самых параметрах, которые были у нас и в предыдущих конкурсных отборах, как бы, здесь ничего не менялось. Нет смысла давать юридическому лицу, которое находится в процедуре банкротства, ну, либо, не дай бог, там, да, деятельность приостановлена, ну, и, соответственно, там, государство, там, да, не видит смысла давать юридическим лицам, которые имеют определенные задолженности, в том числе просроченные задолженности по возврату в федбюджет, субсидии, бюджетных инвестиций, как бы, там, да, это тоже принципиальная позиция, не специфичная для нашей меры поддержки. Эта история, она, там, будет появляться постепенно везде. Значит, по-прежнему мы говорим о том, что нам бюджетный кодекс, в первую очередь, запрещает, да, финансировать проекты, которые уже получали финансирование из бюджета, так называемый принцип двойного финансирования из бюджета. То есть, если на те же самые мероприятия, вот подчеркну, на именно на те же самые мероприятия, которые, да, были получены ранее, либо в процессе, как бы, да, освоения средств из федбюджета, бюджет-субъекта РФ или местного бюджета, такая история, там, ну, не приветствуется, такой проект поддержать не можем, там, да, включая гранты иных институтов развития. И дополнительно новое, то, что тоже возникло, это дисквалифицированные лица, да, то есть будем проверять, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствует сведения о руководителе, там, членов исполнительного органа, главном бухгалтере, участников конкурсного отбора, тоже произнесенная извне история, тоже не специфичная, не как, там, для нашей мероподдержки, это общая норма, которая, там, будет с этого года появляться практически во всех документах, которые регулируют правила предоставления субсидий. Соответственно, как и в прошлом году, до требования к получательным грантам могут быть установлены по согласиям с Министерством России, и в том числе через механизм критериев, как это было в прошлом году, сами все критерии, как бы, да, оценки заявки сейчас находятся в разработке, и до согласования, там, с Минцифрой, и в последующем, я думаю, что саму цифровая экономика тоже. Будем проводить, собственно говоря, серию совещаний по поводу обсуждения этих критериев. Пока что их для этого года нет, да, соответственно, как только опять они появятся, мы, там, продолжим нашу хорошую традицию проводить отдельные вебинары, связанные, там, с разъяснением, уже как раз, критериев, конкурсной документации, сметы и прочего, 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 прочего. Так, едем дальше. Требования к проекту. Здесь, по большому счету, уже обо всем сказал, кроме одного важного момента, который, надеюсь, вас порадует. Значит, но, тем не менее, давайте по порядку. Про софинансирование сказали, не менее 50% собственных средств, при этом, по-прежнему, это собственные средства могут быть, там, непосредственно прям собственные-собственные, средства кредитные, средства инвесторов, здесь ничего не поменяет. Так, дорабатываемое решение соответствует приоритетным направлениям разработки и внедрения. Как было, так и осталось. Соответственно, просто само по себе, как перечень приоритетов к направлению, будет изменен, утвержден новый для этого года. Значит, по срокам сказали 6-18 месяцев. Стадии по-прежнему, там, проектирования или у нас пилотирования. Обязательные результаты реализации проекта. Для тех, кого с нами не было, давайте, наверное, здесь небольшую преамбулу покажу. У нас с вами соглашение рассчитано не только до момента завершения проекта как с кого. То есть, есть еще определенные результаты реализации проекта, которые достигаются не здесь сейчас по окончанию разработки или доработки, а в течение определенного периода времени, год, установлен у нас, по итогам которого тоже мониторятся определенные показатели. Значит, по результатам проекта, в любом случае, конечно, мы должны завершить разработку решения. Это важно. Начать коммерциализировать это решение. И здесь важный момент, на котором хочу обратить внимание. В прошлом году, для того, чтобы оценить, как бы, да, вот этот вот параметр начала коммерциализации, мы применяли так, ну, как бы, две вещи. Первое, мы смотрели, чтобы у нас обязательно были какие-то мероприятия в календарном плане, как бы, да, в рамках вот того срока, который на реализацию проекта отпущен. И второе, мы считали историю, связанную с NPV, была финансовая модель, и брали обязательно в показатель, некий показатель, там, выручки в первый год, разработанная финансовая модель. Значит, сейчас, как бы, было принято решение о том, что NPV, да, как обязательное требование у нас уходит, и мы упрощаем ситуацию, там, для разработчиков. То есть, там, сразу скажу, что финансовая модель в том виде, в достаточно сложном, которая была в прошлом конкурсном отборе, для этого конкурсного отбора будет не нужна. Да, то есть, заменяется достаточно простым показателем, тоже, как бы, обсуждали, там, да, если не терцем долго, там, на уровне аппарата правительства, были определенные совещания, в общем, было принято решение о том, что, ну, достаточным показателем коммерциализации для нас будет являться то, что в первый год после завершения доработки-разработки решения, выручка от реализации данного решения составит не менее 50% суммы гранта. И это обязательная история, которая будет записана в соглашении. Это нужно будет выполнить. Вот, ну, дальше понятная история, связанная с включением в единый реестр, как бы, да, там, либо один, либо второй реестр российской радиоэлектронной продукции, поскольку мы и про пакет, в том числе, говорим там, да, не позднее шести месяцев, да, с окончанием последнего этапа проекта. Есть, естественно, будут определенные ограничения на состав расходов с медпроекта, но эту историю мы с вами, как я уже говорил ранее, подробно будем обсуждать, когда мы утвердим с Минцифрой конкурсную документацию. В том числе, там будут требования к смете, к составам, к статьям затрат, к отдельным элементам. И, действительно, да, ограничения будут. Будут, где-то они будут такие же примерно, как, наверное, в прошлом году, где-то что-то новенькое добавится, но это все позже, не сейчас. И последнее, наверное, из того, чего, в общем, хотел сказать дальше, потихонечку перейдем к ответу на вопрос, это соглашение. Соглашение у нас тоже, там, понятно, обязательно документ. Будет определенное изменение, оно будет выглядеть во многом по-другому, потому что, опять же, у нас определенные нормы. И постановление правительства по поводу форм типовых соглашений о предоставлении гранта были приняты, выпущены. Соответственно, мы возьмем за основу типовую форму соглашения, утвержденную Минсином России, и, как бы, там, да, наполним ее дополнительно тем, что нам необходимо для целей, там, проведения нашего конкурсного отбора. С одной стороны, и для целей потом реализации, там, да, проекта с другой стороны. Там, понятно, что точно там будут цель, порядок, условия предоставления гранта, и предельные размеры, и отчетность, да, тот, кто, опять же, там, будет с нами первый раз, да, по гранту придется отчитываться. Вот, формы виды отчетности будут у нас там прям поименованы соглашения, то есть в этом смысле вы с открытыми глазами в конкурс пойдете, там типовая форма, естественно, будет приложена, там, конкурсная документация. При этом, ну, важно отметить то, что и сама заявка, там, да, и отчетность все-таки мы переходим, там, да, я надеюсь, мы полностью окончательно перейдем на электронный формат, как бы, в подаче всех этих документов, то есть, там, бумаг туда-сюда таскать не нужно будет. Я надеюсь, важно, опять же, будут санкции, очевидно, конечно же, никуда не денешься, да, то есть, в любом случае, грант, хотя это безвозмездная и безвозвратная история, но это целевая история. Это не просто целевая, а целевая государственная бюджетная история, поэтому, естественно, контроль и мониторинг за, там, целями, да, и целевой направленности расхода на средств грант будет, в том числе и по средствам отчетов это контролироваться будет. Если будут какие-то нарушения, все остальное, будут штрафы. Страфы будут, вот, какие конкретно, посмотрите уже, когда будет форма соглашения утверждена окончательно. К этому надо быть морально готовыми. Никуда не денется у нас требование поведения раздельного учета затрат на реализацию проекта, там, да, это то, что нужно, то, что важно, да, вот. Ну и, соответственно, там будут некоторые иные вещи, проистекающие в том числе из тех критериев и дополнительных требований к участнику проекта и грант-получателю, которые, вот, когда они появятся, они тоже будут интегрированы в соглашение. Еще раз, как бы, там, повторюсь, что эти вещи подробно, прям подробно-подробно мы рассмотрим тогда, когда у нас конкурсная документация будет утверждена, и мы уже сможем говорить прям по-живому, что называется, там, не строить догадки и не вставлять много-много звездочек с примечаниями, что вот это вот может будет, может не будет. Вот, там, наверное, из того, что я хотел сказать в общем, это все, вот, еще раз давайте, наверное, там, просуммируем, там, да, потому что там по 550, там, менее критичные изменения были, по 1180, все-таки были. Первое, значит, мера поддержки по разработке у нас теперь регулируется в 550-м постановлении, да, про 1185 можете забыть. Для тех проектов, которые уже, как бы, реализуются, да, по-прежнему соглашение действует, там норма 1185-го действует. Для всех новых, в том числе для нового конкурсного отбора, все, 550-е постановление, это раз. Второе, добавляется не только ПО в сферу, как бы, да, меры поддержки, рук интересов наших, еще добавляется программно-аппаратный комплекс. В связи с этим будет определенным образом, там, да, ну, не только в связи с этим, но и в том числе в связи с этим будет доработан перечень приоритетов направления разработки внедрения, где в том числе найдет свое отражение история, связанная с программно-аппаратными комплексами и приоритетами для разработки таких программно-аппаратных комплексов. Вот, это два. Соответственно, критерии, которые разрабатываются, да, я надеюсь, будут утверждены, Также будут содержать определенную специфику для разработчиков программно-аппаратных комплексов. Ну и последнее. Надеемся, что некий первый набор пакет документов будет утвержден именно, может быть, критерием, но абсолютно точно это приоритетное направление разработки и внедрения будут утверждены в течение месяца. Соответственно, где-то в течение месяца-двух мы запустим конкурсный отбор. Перед этим определенным образом вас будем готовить точно так же, проводить вебинары, семинары и прочее. Последнее, что я хотел сказать. У нас изменяется почта наша, поскольку раньше те, кто из вас с нами давно, знают, что у нас был конкурс 1185, наш почтовый ящик. Сейчас, поскольку нет уже 1185 и нет 550, чтобы не смешивать, для разработчиков, естественно, там появилась новая почта, куда можно писать конкурс-разработка-собачка.рфейс.ру. Спасибо. И дальше давайте мы, наверное, начнем потихонечку отвечать на вопросы, которые у нас тут с вами есть. Просьба уточнить по внедрению российских решений. Внедрение должно осуществляться впервые или, возможно, решение имеющегося ранее представленного решения для данной компании. Это мера поддержки, то, что мы сейчас обсуждаем, для разработки. Поэтому вот внедрение – это не сюда. Это надо было чуть раньше. Так. Скажите, пожалуйста, участник конкурсного отбора – организация, которая непосредственно выполняет работы по разработке. То есть организация, которая по результатам проекта переходит права на разработку в рамках проекта, но при этом не выполняющая работу по разработке, не может быть участником конкурсного отбора. Чем это регламентируется? Не увидели, кто такой участник по проектам разработки в обновленном ППРФ. Поскольку, как я уже говорил, некий набор дополнительных требований у нас может быть установлен и, очевидно, будет установлен Минцифрой. Вот эта история, связанная с тем, может ли у нас а-ля генподрядчик выступать участником конкурсного отбора и быть грант-получателем, будет урегулирована там. Сейчас этой позиции окончательно согласована Матлитом Бетонио? Нет. Как только она появится, естественно, этот вопрос мы отдельно подсветим. Наверное, отдельное еще раз обсудим. То есть пока что, да, такого запрета впрямую нет. Но, опять же, там по сути, по духу меры поддержки, это и в прошлых годах было, я думаю, что и в этом году будет. Да, это организация, которая по факту сама делает работу и потом получает себе права на интеллектуальную собственность, которая родилась в результате проекта. Вопрос про ПАК. ПАК мы разрабатываем в САВИ, но сервера-то импортные. Что про господдержку аппаратной части? Я с трудом себе представляю ПАК, в состав которого входит сервер. Отторжимая история. Все-таки ПАК – это программно-аппаратный комплекс, у него есть определенные свойства и характеристики. То есть ПАК – это не, я не знаю, там, да, Windows-сервер с приложением к нему физического сервера. Вот еще раз подробно по поводу того, что такое программно-аппаратный комплекс, как мы его понимаем, какие требования там, да, к этому программно-аппаратному комплексу и к участнику, который будет либераться разработчиком таких программно-аппаратных комплексов, поговорим, когда мы утвердим конкурсную документацию. Там есть еще часть развилок, которые мы сейчас проходим. Соответственно, как только они все будут пройдены и КД будет утверждена, мы прям подробно-подробно на этой всей истории остановимся. У получателя поддержки код АКВЭТ разработка программного обеспечения должен быть основным? Вот, к сожалению, здесь такая же история, как с предыдущим вопросом. Ну, эту вещь, как бы, мы окончательно в бетоне расскажем тогда, когда будут утверждены финальные требования к участникам конкурсного отбора. То есть сейчас есть варианты, у которых, как бы, они, на самом деле, и в прошлом году были варианты, да, когда у нас либо по АКВЭТу эта история, как бы, да, решалась либо по, там, объему выручки, там, да, полученной от непосредственно, там, реализации прав на программное обеспечение, которое компания у себя имеет в качестве, там, исключительно прав. Вот, поэтому, скажем так, варианты точно будут какие-то, кроме АКВЭТа, там, да, есть, там, опять же, такие подвижки с точки зрения того, что это может быть не только один АКВЭТ, но и там дополнительные АКВЭТы определенные. Вот еще раз, вся конкретика будет тогда, когда мы утвердим критерии, да, оценки и конкурсную документацию. Вот там мы уже будем конкретно прям подробно говорить. Какой диапазон субсидий будет приоритетен в допустимом диапазоне? Никакой. Это не предусмотрено меры поддержки никоим образом, поэтому нельзя сказать, что, если, допустим, у нас минимальный, максимальный порог останутся, как в прошлом году, от 20 до 300, вот для нас, как бы, комфортно работать, там, я не знаю, там, от 80 до 100, мы себе такой роскоши, как дополнительная приоритетизация внутри установленного диапазона позволить не можем. Только если, там, нам, президент правительственной комиссии, дополнительно это как-то не укажут. Пока что такого разговора не ведется. Есть ли соотношение по показателям эффективности аминной выручки от размера гранта, а также другим показателям? На текущий момент нет, могу точно сказать, да, то есть постановлением это не предусмотрено. В этом смысле то, что будет в критериях, будет в критериях, да, то есть единственное, где это может появиться, это критерии, но пока что, скажем так, в эту сторону разработка критериев не идет. Вот, ну, пока все, о чем могу сказать, да, то есть как только критерии будут утверждены, вот еще раз подробно опишем и расскажем, и покажем, и как в прошлом году, там, я думаю, скорее всего, и методику для экспертов наших внешних по расчету, таких критериев точно так же опубличим. То есть здесь никаких тайн не будет, вы сами сможете попробовать экспертно оценить свой проект и понять, как бы, там, да, сколько баллов он набирает, так или иначе. Что означает результат проекта? Результат проекта – разработанное, доработанное решение, внесенное в реестр. Если с точки зрения соглашения, окончания соглашения, то помимо этой истории еще и определенная коммерциализация показана. Что делать со средством защиты информации, которая включается в реестр после получения сертификата в СТЭК России? Сам процесс сертификации занимает не менее года. Хороший вопрос. Давайте мы его там посмотрим, уточним. Еще раз, как бы, может быть, будут у нас истории с этим связанные, либо в части соглашения, либо в части возможного там вынесения и мнения определенного восстановления. Проблема понятна, проблем знаем. Выручка в первый год не менее 50% имеется в виду с 01.01 по 31.12 или за первые 12 месяцев после окончания реализации проекта. Вот, еще раз, подробно вот это… Да? Вот, коллеги подсказывают. Исходя из постановления, это с 01.01 по 31.12 года следующего за годом окончания реализации проекта, скажем так. Если не удастся коммерциализовать ПО в нужном объеме за год, какие могут быть санкции? Самые ужасные. Вы вернете весь грант и еще, скорее всего, заплатите определенные штрафы. Вот. Но, это тоже обычно говорю, в этот раз что-то не сказал. Ну, как бы, там, термин «не удастся коммерциализовать» он несколько шире, чем просто «не удастся коммерциализовать». Да? То есть, понятно, что может быть какой-то форс-мажор, который от вас не зависит. Есть определенные вещи, и в соглашении обязательно будет такой раздел, который там обстоятельств неопределимый силой. Если, как бы, это не ваша недоработка, там, я не знаю, вообще мировой косяк, то, скорее всего, санкции будут, там, маленькие, либо вообще никакие. Если это чисто ваша, как бы, там, история, то, да, к сожалению, санкции будут именно такие. Потому что, вот этот показатель, да, по коммерциализации, именно он последним смотрится и меряется. И именно на основании результатов, как бы, да, показанных по этому показателю принимается решение о том, закрывается грантовое соглашение или нет, и с каким результатом. Для вас и для нас. Просьба еще раз про степень готовности ПО. Что должно быть готово к моменту начала подачи заявки на конкурс? Соответственно, вот, смотрите, это конкретика. Эту конкретику мы обсудим, когда у нас будет конкурсная документация. Пока что можно сказать, что у нас в постановлении написано две стадии. Это стадия проектирования и пилотирования. Что такое проектирование, что такое пилотирование, будет раскрыто подробно с точки зрения определения. В конкурсной документации. Сейчас эти, как бы, формулировки, ну, там, как бы, дискуссия идет, это правда, то есть это не отговорки. Дискуссия о том, как, там, правильно написать, что такое пилотирование, что такое проектирование, она идет. Вот как только она закончится и конкурсная документация будет принята, мы прям вот это тоже отдельно, естественно, будем обсуждать. Это важная история, какие требования мы будем предъявлять к ПО и, на самом деле, как и на основании каких документов, в том числе, будем оценивать выполнение этих требований. Осуществляется ли оценка текущего финансового состояния гранта получателя, если да, на основании отчетности, за какой срок формально оценкой текущего финансового состояния пока что в системе критериев нет. Да, конечно, неформально так или иначе, там, бухгалтерский баланс смотрится и общее отношение, там, я не знаю, выручки грант-получателя к своему запрашиванию гранта тоже, наверное, будет смотреться. Но это, скорее, история, которая, там, важна для членов грантового комитета при принятии решений, нежели тем, как формальный критерий, по которым мы кого-то отсечем. То есть пока что в проекте такой истории нет. Могут ли 50% собственных средств быть кредитными? Да, могут. Пояснение возможности внедрения отечественного программного обеспечения по постановлению 550, который в рамках постановления 1185, находится в доработке. Так, ну, давайте я попробую ответить, исходя из того, как я понял вопрос. Можно ли после того, как в 1185, который у нас уже не 1185, а 550 с этого года, получить грант на разработку ПО, с которым потом другая компания придет на 550 и на внедрение? Да, можно. Ответ такой. Будет ли регламентирована процедура получения акцепта на оплату с грантового счета в соглашении? Надеемся. Она и сейчас там так или иначе регламентирована, не в соглашении, а в ином документе, который в соглашении поименован. Если мне память не изменяет. Пояснение возможности... Так, это еще раз, мы этому уже отвечали. Возможно еще раз уточнить приоритетный диапазон размера гранта. Может, опять-таки, я неправильно в прошлый раз понял, когда отвечал на этот вопрос. Вот смотрите, в прошлом году было 20 минимальный, 300 максимальный. Мы надеемся, что в этом году будет примерно точно так же. Внутри этого диапазона нет никаких приоритетов. То есть, у нас есть минимальный и максимальный, поэтому проект должен соответствовать. Если он не соответствует, он, соответственно, вылетает на определенной стадии проверки заявки. Если он соответствует, дальше внутри абсолютно без разницы, сколько вы запросите средств гранта. Оцениваться будет комплексно проекты, проходить экспертизу комплексно проекта, но не в этой части. Возможно ли средствами гранта возместить уже понесенные расходы, если работы начались в этом году и к моменту подачи заявки, который объем работ был уже выполнен? Спасибо. Так, по-моему, да. Да, мы говорим о том, что это можно сделать. Соответственно, если у вас ведется раздельный учет, если это действительно мероприятие, которое будет у нас в календарном плане проекта, если эти мероприятия наши эксперты все акцептуют, вы сдадите отчет по уже завершенным работам, его признают как бы годным, да, это может. А для связи только электронная почта или есть какое-то контактное лицо, с которым можно связаться по телефону? Нет контактного лица, с которым связаться по телефону? Нет. Ну, то есть, точнее, контактное лицо есть, но по телефону оно связываться не будет. Ну, на самом деле, шутки шутками. Мы, когда начнем конкурсный отбор, вот, в любом случае, естественно, у нас будет, как бы, там и телефон, он на сайте сейчас присутствует, там, да, но, вот, еще раз, вы поймите, что мы небольшой фонд, мягко скажем, да, и, скорее всего, там, на 99,9% официальные, как бы, там, разъяснения по поводу конкурсной документации будут, естественно, идти посредством, там, электронной почты. То есть, у вас официальный запрос, наш официальный ответ, потому что все остальное, скажем так, не всегда бывает хорошо. Софинансирование более 50% позволит получить дополнительные баллы? Вопрос в проработке, это к системе критериев, в каком виде она будет утверждена, оттуда будет понятно, да, в прошлом году, если мне память не изменяет, опять же-таки, да, это было возможно, там, есть большие шансы, что в этом году это тоже будет. Что такое пилотирование в понимании разработки КО? Отвечал уже на этот вопрос, ответ конкретный, прям с формулировкой, с документами, со всем остальным, будет в конкурсной документации. Какая степень зрелости продукта должна быть у продукта? Возможно ли финансирование разработки с нуля? Нет, финансирование разработки с нуля невозможно. Мы уже говорили о том, что у нас есть стадии разработки, которые начинаются не с нуля, да, то есть совсем с нуля это не к нам, совсем с нуля, если уж мы говорим про разработку программного обеспечения, государство поддерживает такую историю, но не через наш институт развития. Есть у нас Сколково, да, со своими большими грантами и маленькими грантами, но не в программе цифровой технологии, не в программе цифровая экономика, да. Есть фонд Бортника, да, фонд содействия инновациям, который как раз с нуля поддерживает разработчиков, может быть, вам куда. Кстати, они должны вот-вот, если уже не запустили конкурсные отборы по федеральному проекту цифровой технологии, запустить. По результатам проекта, с ПО понятно, с внесением в единый реестр ПО, а с ПАК, в какой реестр его надо вносить? В единый реестр радиоэлектронной продукции. Опять же, это конкретное именование реестра будет в конкурсной документации, но это можно и так сейчас сказать, и с постановления на самом деле это тоже следует, да. Вот. Сейчас, давайте, чтобы не быть золословным, прям сразу и скажу, как он у нас называется. Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Вот так вот он у нас называется. С 2021 года открыт НИОКР на разработку компонента, который будет использован в продукте, подаваемом на грант. Можно ли учесть затраты на НИОКР в сумме гранта? Вот смотрите, мы о том, что можно, что нельзя с точки зрения затрат поговорим, когда будет конкурсная документация и все требования, в том числе к смете, но одно могу сказать сразу, НИОКР мы через этот механизм не финансируем. Абсолютно точно. То есть, вот НИОКР, как бы в классическом понимании НИОКРа не войдет. Возможно ли изменение в соотношении софинансирования в сторону уменьшения доли получателя гранта? Ну, как бы в этой жизни все возможно, если будут изменения в постановлении, тогда это будет возможно. Пока что нет. Пока что постановление принято в том виде, в котором оно принято. Не менее 50%. В смету расходов будет входить закупка серверного оборудования для разработки. Не знаю, может у вас и будет другой вопрос. Будут ли ограничения на так называемую инфраструктуру проекта? Да, ограничения какие-то будут. Какие именно, расскажем, когда будет утверждена конкурсная документация. По составу оборудования, скорее всего, будут какие-то ограничения. И по допустимому проценту от размера сметы на так называемую инфраструктуру. Это в прошлом году было, в этом году тоже останется. Срок проекта не менее 6 месяцев, не более 18. То есть, если срок с момента запуска до момента завершения 20 месяцев, то проект не рассматривается. Или рассматривается, что подавать заявку можно не ранее, чем 18 месяцев до окончания проекта. Вот первый вариант. То есть, если проект от момента начала до его завершения 20 месяцев, это больше 18 месяцев, такой проект не будет рассматриваться. Соответственно, когда можно подавать заявку. Опять же, в конкурсной документации будут требования о том, сколько максимально может пройти времени от момента подачи заявки до момента того, как вы заявляете о том, что вы начнете реализовывать проект. Это будет там, об этом подробнее там поговорим. Сейчас эта информация. Пока что, скажем так, не утвержденно и о ней пока бессмысленно говорить. Правильно ли я понял, что определение ПАК пока что в разработке будет окончательно сформировано при утверждении конкурсной документации? Да. Правильно. Ну, как бы не общероссийское определение ПАКа, а что мы под ПАКом будем понимать в рамках своих конкурсных процедур. Так. Не получили по прошлогодней заявке решение по конкурсу. Давали официальный запрос, ответ не получили. Что делать? Как получить решение? Для понимания, что нужно исправить. Так, дайте еще раз. Если мы говорим о том, что вам не дали по каким-то причинам экспертную оценку, то, наверное, все-таки мы всем отдавали абсолютно точно. Если мы говорим о том, что вам не дали нечто большее, чем то, что написано в решении Грантового комитета, то нечто большего и не будет. К сожалению. Это не предусмотрено процедурой. Если по итогам года выручка составила меньше 50% гранта, какие будут санкции? Вот это будет понятно, очевидно из-за утвержденной формы соглашения. Она пока не утверждена. Скорее всего, это возврат гранта в полном объеме. Может быть, в процентах. Не знаю. Еще раз. Давайте мы когда утвердим соглашение, в котором как раз будут санкции прописаны. Не утвердим соглашение, а утвердим форму соглашения, по которому мы будем заключаться в рамках этого конкурсного отбора. Вот тогда уже будет понятно, тогда это можно будет еще раз обсудить. Может ли одна и та же компания подать две заявки? Одну на ПО и одну на ПАК? Хороший вопрос. Скорее всего, нет. Поскольку это будет один конкурс, просто два разных лота. Но, опять же-таки, это андеконстракшн. Может быть, мы придем к пониманию с Минцифрой, что такая история возможна. Возможно ли компенсация затрат на ФОД по уже реализуемой этапу в 2021 году? Да, теоретически возможно при определенном наборе условий. Потому что затраты на ФОД – это одна из статей затрат, которые у нас в принципе в статье затрат допустимые к включению в смету входят. Соответственно, там нет исключений, что вот есть четыре статьи, из них две могут быть компенсированы за предыдущий период, а две нет. То есть логика одинаковая по всем. Требование по 50% выручки в течение одного года. Новое требование, но было уже ранее. Новое требование. Было ранее немного другое. Вот еще раз вспоминаем. Был NPV, была финансовая модель. И был показатель выручка первый год из финансовой модели. То есть само по себе требование по выручке, по результатам коммерциализации в рамках данной меры поддержки, оно не новое. Формулировка того, как она сейчас звучит, оно новое. При этом, еще раз подчеркиваю, история упрощается для вас с точки зрения подготовки заявки тем, что не нужно будет рисовать финмодель, как минимум. В продолжении, крайне заданного вопроса. Имелось в виду, с 19-го, 20-го года осуществляется внедрение ПО ППРФ-555, а доработка начата с 21-го года ППРФ-1185. Не знаю. Убейте меня. Не понял. Не понял все-таки вопрос. Видимо, я провалился из контекста. Ну, вот у вас будет еще возможность нас помучить. Обычно, когда мы говорим про вебинары с разборами полетов, ответами, не ответами, а с наиболее часто встречающимися ошибками и так далее, мы, по-моему, в прошлом году делали историю, при которой с голосом можно будет задать вопрос, может быть, когда дождите этой истории. Либо, ну, вот еще раз на почту напишите развернутый, прям, как бы, там, что за проект, как бы, что дали, что не дали, точно попробуем ответить. Так, коллеги, ну, что я могу сказать? Наверное, по вопросам, которые у нас здесь были в разделе «Ответы на вопросы», я прошелся по всем. Вот, еще раз, наверное, тогда всем спасибо огромное, что пришли. Вот, следите за теми новостями, которые мы будем публиковать, как будет у нас издаваться там конкурсная документация, утверждаться перечни там приоритетов направления разработки и внедрения, критерии и так далее. И ждем вас на конкурсе. Ну, да, это последний вопросик еще там, да. Срок реализации проекта до 18 месяцев. Сейчас развитие технологий таково, что через год предлагаемое решение, по которому будет принято положительное решение, может быть, оказаться уже неактуальным. Есть видение решения этой ситуации, конечно, есть видение решения этой ситуации. Если мы разрабатываем какое-то принципиальное новое там, да, решение, которое у нас сейчас находится на стадии, по-моему, проектирования, и оно, правда, новое-новое и прекрасно-прекрасное, большое-большое, то вот эта история, которую вы описали, для нее нерелевантна. Вот и все. Так, можно ли получать грант на доработку ПО, если оно уже в реестре российского ПО? Да, можно. И если по нему уже были другие гранты, например, фонда Бортники. Если не на ту же доработку, не на того же функционала, не с теми же мероприятиями, то да, можно. Так, все. Коллеги, за всем давайте все-таки я окончательно прощаюсь. Всем всего доброго, хорошего дня.